чем может чем предполагали ну а сейчас у нас весовой категории свыше девяносто одного килограмма я еще раз повторюсь на ринге от ланьер соли с фонте куба олимпийский чемпион весовой категории до девяносто одного килограмма и мухтархан дилдебеков спорная казахстана ну что поболеем за дилдобекова осторожно начинают боевого а вот и знаете у меня солис не оставляет впечатление такого мощного боксера тяжеловеса я вот удивляюсь он вблизи кажется совсем другим я вот прошел мимо него тоже так смотришь да такой кругленький когда он там рядом с ним стоишь здоровые здоровые просто такая структура мышц он не бугристая как у мухаммеда али то же самое было не бугристые мышцы это же ощущение остается во время поединка да нет в нем такой мощи знаете чтобы это да 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 а впереди то сейчас дилдобеков будем смотреть будем болеть отлично да ну отлично то посмотрим посмотрим хорошо дилдобековка на почему нет по моему по моему не ожидал такой бестактности со стороны дилдобекова олимпийский чемпион ну тут есть разница между прочим олимпийский чемпион в первом тяжелая вещь но никак не супер тяжелый и поэтому здесь ребята крепкие и неуступчивые вот я честно я не вижу я не вижу в ударах солица какой-то этакой мощью ну посмотрим хорошо работает дилдобеков они собираются уступать на них победителя хой но так очень очень на раскрепощен да слушайте 8 4 8 4 видео сделка беков а что до колеса другими а он не проигрывает вот я не говорю что я не говорю что он проигрывает бой не в коем случае вот смотрите вот здесь немножко не по воздуху прошли чтобы а вот сейчас интересно ему столицу передали результаты первого раунда что теперь будет ну наверное это будет выводить его из себя я там я москве это образом она верно это будет на руку казахскому боксеру или наоборот сейчас посмотрим я думаю что на руку казахскому боксеру будет если солис выйдет из себя попадет вперед все равно мне такое ощущение может обмачиваться солис безударные супер тяжеловес но он наверно может вот обратите внимание александра больше обманывать и у него удары такие размашистые но сейчас попал дважды тем не менее 2 чайки лучше одно а куда он попал по воде кроме промахнулся ну давайте посмотрим вот что опять попал нет конечно не продавал что это вот в интервале так сказать не придирайтесь моим словам я откровенно глупости не говорил это является не станутом на то что все лицевые могут не давать очки да да я не просто не могу и прямо это сказать вот сейчас попал когда попал тогда попал то есть согласитесь поединок абсолютно равный то есть нету преимущества я не вижу его но наверно судьи видят а мы то с вами смотрим и посмотрим что тут будет дальше а а а а а а а а а горжую сейчас делдобеков и не да просто сферу семей другого выхода его надо боксировать а козахский супер тяжеловес не тоже можно давать это сделать Я боюсь набранных очков ему не хватит. И уже видно, потихонечку преимущество. Сокращается. Сокращается. Надо же бросать. Чтобы играть нужно бросать руки, а уже пошла просто борьба. Да, пошла борьба. Я боюсь, что более опытный Солес, ох, сейчас снизу попал. Очков, конечно, не получил. Вот. Более опытный Солес. Бросай руки, ведь не стоя просто так, надо же бросать руки. Для того, чтобы выигрывать, надо набирать очки. А для того, чтобы набирать очки, нужно просто бить. А стоя на месте, ну, ну, брось левой. Стоп. Ну, я не знаю, что-то 11-9 в пользу. Ну, с игроком Солес, все очевидно, все правильно. Он немножко больше на него с удара во втором раунде. Мне показалось, что немножко больше. Я очень преданно болел за сборную Казахстана. Александр, а вы знаете, вот я еще одно не скажу, вот сейчас Солес может поторопиться, и это пойдет на руку Казахстану Казахстану. Он может торопиться, потому что вижу кругом кубинцы кричат и показывают ему, что нужно набирать очки, нужно идти вперед. А это может играть на руку, не кубинцам. Ну, сейчас посмотрим. Судьба матча сейчас решается у нас на глазах. Третий раунд. Мы говорили об этом с вами, что Солесу надо набирать очки. Вот, попал. Попал. Еще раз попал. Какие претензии у вас к судейскому корпусу? Абсолютно четкое, очевидное предупреждение. Ну, посмотрим. Ну, откровенно говоря, бокса как такового нет. Ну, сейчас по вине Делдобехова бокса нет. Он клинчует постоянно, зажимает руки. А Солес-то ничего конкретного не предлагает. Я разу говорю, что Солес предлагает. Ну, тут также, он же сам приходит туда. И там начинает... Сейчас, слева попал. Ага, и предупреждение сюда. За удар открытой перчаткой. И счет равный. Какие претензии к Рейфере на ринге? А я про Рейферид ничего не говорил. Если вы заметили. Ну, вот это вот уже есть, да. Кость-в-кость. Бой, конечно, идет. Знаете, это вот, как бой, я бы его не назвал. Такой, знаешь, знаете, высокого качества. Это бой нервов. Нервов, да. Ну, в этом, это тоже интересно. Хорошо с левой руки достал сейчас Солес. А сейчас картина поменялась. Просто Солес стал выигрывать и стал двигаться. И картина резко поменялась. То есть нужно уже на другой стороне набирать очки. Да. Ну, и чем же это закончится-то? Господи. Ну, потерпи, ну, потерпи и брось пару ударов таких, чтобы это хватило. Бодаются в основном сейчас. Заканчивается раунд. Зацепил. Зацепил с передней руки. 19-18. Все-таки вышел вперед Солес. Все объективно. Вы можете сказать, что что-то не так? Да. А привет? Ладно, мы не будем так сказать. Ну, бой равный. И вот очки, которые они набраны, они абсолютно одинаковые. Ведь кто? Вы видели, что Солес больше одинакового количества. Пихается, толкается, боксе нет. Мне показалось. Я болею за сборную Казахстана. По-моему, это ни от кого не укрылось. Мне по-прежнему кажется, что чуть-чуть под, так сказать, прижали Солесом. Кстати, его не прижали. Его, собственно, они не... Виктор, мы с вами можем спорить до бесконечности. Да, ну, давайте посмотрим. Вот четвертый раунд у нас последний сейчас. Да, четвертый раунд сейчас. Ну, что, вот в одном раунде решается исход целой команды. Сильнейший, да. Я надеюсь, что победит сильнейший. Я надеюсь, что... Александр, я тоже за это. Попал сейчас. Ну, и очко получу. Да. Ну, теперь нужно будет уже... Самому идти вперед, самому стараться выиграть. Больше ударов нанести. Ну, навряд ли ему Кубинис даст. Это уже, понимаете, Кубинис не даст ему. Это уже их не обошла. Чисто кубинское движение сейчас будет. Удары на контратаку. Ноги, левая рука. Солис, Солис, Солис. Он уже знает, что он выиграл. Да, он почувствовал себя уверенно. Вышел вперед. Да, все уже. Да. Левая рука его заработала так. О, и правая заработала. Еще левая. И хорошо сейчас справа попал Солис. И резко вышел вперед. Пытался наскоком Дилдадеков решить исход, но тут без шансов было. Понимаете, у Солиса хватило мастерства, силы, способности переломить ход поединка. Я снимаю шляпу перед Солисом. Он большой молодец. Было сложно, но ты не с первого раунда он проиграл. И пошел, и пошел. Да, да, да. А вот что касается тяжеловеса из Казахстана, то у него не получилось это. Ой-ой-ой. Хорошо. Заканчивается бой, заканчивается бой. Уже ясно, что в финале будет все-таки сборная Кубы. Хорошо сейчас встречает Солис. Правда, дали все-таки очко. Все, 6 секунд до конца и 7 очков впереди Солис. И уже он все знает. И так. Какая радость. Да. В углу кубинцев какая радость. Кто бы ожидал, что они будут отплясать. 6-5 выходит Кубинцы в финал. В упорной борьбе. В упорнейшей борьбе. Ну, честь и хвала сборной Казахстана. Это великолепная команда. Мы хотим отдельно поздравить тренерский состав казахской команды. Достичь так быстро таких результатов. Это огромное достижение. Пожелать казахской команде огромных успехов. Итак, 27-20 победил Атланьер Солис Бонте. Счет в матче 6-5 в пользу Кубы. Ну, а мы на этом заканчиваем нашу передачу. В эфире с вами были трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков. И обозреватель газеты Спортэкспресс Александр Беленький. Смотрите Кубок мира на нашем канале.